Всем привет! Помните фильмы ужасов? Где в самый ответственный момент полицейский светит в то место, где должен выскочить ужас, и фонарик начинает моргать, и свет в конце концов совсем пропадает. Монстр под её кроватью. Эмми говорила маме, но она не верила. У неё был фонарик, но он не был обыкновенным. Он был волшебным. Он заставлял монстров уйти. Но одной ночью, когда Эмми прогоняла монстров... Пугливая девочка Это именно тот фонарик из тех фильмов. Его пытались уже несколько раз отремонтировать, найти данную периодическую неисправность, но, увы, безрезультатно. В конце концов он попал ко мне. Значит, свет время от времени пропадал, при постукивании он появлялся. Что было сделано до меня? Заменили проводочки, которые связывают плату, где стоит светодиод. Вот когда мы меняем фокус, эта плата двигается относительно основной платы, где расположена схемка управления. Было предположено, что в проводках произошёл перелом проводничков, и из-за этого то есть, то нету контакта со светодиодом. Заменили проводочки, но неисправность начала повторяться. Потом предположили, что поскольку там очень тонкие дорожки на пластине, где запаян светодиод, возможно, там не контакт. Пропаяли дополнительной напайкой проводничков, но, увы, опять неисправность через некоторое время повторилась. Давайте попытаемся отыскать неисправность. Разбирается этот фонарик чертовски просто. Давайте дадим напряжение порядка 4 вольт. Там у нас внутри пружинка, здесь колечко, плюс-минус, соблюдаем полярность, красный плюс. Подаем, нажимаем, и, увы, ничего не происходит. Стучим. А? Что-то проморгнуло. Смотрите. Он что-то промаргивает. Но это не дело, конечно. Так. Что мы будем с ним делать? Давайте его для начала разберем. Так. Тут у нас выпало колечко. Колечко прижимает вот эту проводящую пластину. Все это соберем. Давайте обратно. Откручиваем корпус, где хранится батарейка. Здесь у нас пружинка, которая вынимается. Можно прозвонить надежность этой фиксированной электрической кнопки. Хотя, я уверен, что проблема не в этом. Но, тем не менее, давайте для начала это сделаем. Проверим сопротивление наших щупов. Где-то порядка 0,6 Ома. Отлично. Теперь проверяем сопротивление нашей кнопки. 2 Ома. Минус 0,6 Ома. Это получается 1,4 Ома. Ну, конечно, немножко как бы многовато. Видите, в этот раз вообще получается меньше, чем 1 Ом. 0,8 Ома. Проблема не должна быть в кнопке. Подадим, значит, сейчас мы напрямую напряжение сюда и посмотрим, засветится ли нормально у нас фонарик. Если все-таки засветится, тогда можно сказать, что это кнопка. Хотя, судя по нашим измерениям, на это не похоже. Подаем плюс посредине, минус и, как видите, никакой свет не появляется. Если не верите, вот я направлю вам и показываю. Увы, ничего нет. Это засвечивает от подсветки камеры. Никакого света у нас нет. Ну, что же, значит, проблема действительно не в кнопке. Продолжаем разбирать фонарик дальше. Здесь у нас линзы. Здесь линзы. давайте включим эту жужжалку дополнительную. Здесь и так шума хватает. Нам нужно вытолкнуть вот эту пластину. Нажимаем. Вынимается вот этот пластик. Пластина с охлаждением. Как видите, то, что я вам рассказывал, подтверждается. Вот дополнительные проводнички. Светодиод обычно в таком корпусе 1-ваттный или 3-ваттный. Продеваем эту пластину со светодиодом и теперь аккуратно, только чтобы не попасть в какой-то элемент схемы, выталкиваем данную плату. Вот у нас платка. Платка состоит из микросхемы, трехножечной конденсатора и пары резисторов. Отпаяем, чтобы не сжечь схемку провода питания. Последний раз попытаемся подать напряжение сначала от проводов, потом напрямую и выясним, в чем же истинная причина. По щелчку пальца все распаяно, подаем напряжение, не забываем соблюдать полярность, светодиодики очень чувствительны к обратной полярности и даже могут от напряжения питания легко выйти из строя. Подали напряжение и увы ничего не произошло. Давайте часть провода зашунтируем вот сюда напрямую подали, что-то вроде немножко моргнуло, но больше ничего не произошло. Второй провод пропускаем. Увы, ничего не произошло. Давайте напрямую на выводы светодиода подавать. Плюс и минус. Ничего не происходит. А теперь знаете, что сделаем? А давайте понажимаем на светодиод. И смотрите, когда я на него нажимаю, то он иногда промаргивает. Это обозначает, что у данного светодиода от перегрева отвалился этот золотой волосок. Видите, да? Когда нажимаю, даже уже почти полностью засветился. Ну все. Короче, кирды к этому светодиоду. По случайному совпадению у меня где-то здесь есть такие светодиоды. Давайте его перепаяем, пасту поменяем ему. Если там есть паста, ну и соберем все обратно. Я думаю, все у нас будет нормально работать. Да, кстати, с соблюдением полярности давайте подадим сюда. Напряжение вижу вот здесь у нас минус обозначен. Проверим. Уменьшим напряжение до 3 вольт на всякий случай и подаем. Вот. Пожалуйста, этот четко работает. Тест перед сборкой. Значит, подаем напряжение питания. Светится, светится послабее и моргает. Здесь микросхема при каждой подаче напряжения запоминает свой последний режим работы. Давайте сразу же так, не отходя от кассы, соберем. Итак, для начала нам нужно вставить вот сюда. Для этого нам необходимо пластину со светодиодом отправить вот туда, а эту пластинку видите, пазы поставить четенько, так как она должна стоять. Попытаюсь даже без дополнительных инструментов. Все, попали. Так, теперь продеваем вот сюда пластину. Паял я ужасным паяльником, паял канифолью, поэтому есть следы канифолии. Спирт здесь закончился. Ну, да ничего страшного. Ставим пластинку. Так, ну, здесь у нас уже почти все готово. Теперь ставим на место наш регулятор фокуса ставим линзу и наш объектив, можно сказать, собран. Теперь где-то уехал корпус, вставляем пружинку, скручиваем. Ну, и в конце нужно поставить аккумулятор и закрыть, закрутить крышку. Мы этого делать не будем, мы подадим еще раз питание, проверим исправность нашего фонаря. Там у нас пружинка плюс, здесь у нас минус. есть. Все работает. Добавим напряжение до 4 вольт. Подключили. Ярко все светит. Фокус регулируется. Давайте выключим подсветку. Нажимаем на кнопку выключили. Еще раз включился слабый режим. Опять выключилось. Моргание выключилось. Все полный порядок. Вот когда у вас обычно тоже начинает все моргать при постукивании, все восстанавливается, а потом все хуже и хуже, то скорее всего у вас точно такая же неисправность. На этом все. С вами был Андрей. Канал Сделай все сам. До новых встреч, ребята.